И так, всем прессом осталось, сегодня мы продолжаем Блэк Пук, ну, только без приветствия, потому что у меня закончилось место на диске, так что немножко начало будет оборвано, так что всем приятного просмотра. А место-то закончилось, ну ничего. Обернулся тоже. Видимо, на роду мне написано к нечистой силе вернуться. Не отчаивайся. Я отправлюсь за ним и другими поезжанами. Знаю, я свадьбу-то не уберегла, но все поладить постараюсь. Наверное, права ты была насчет Федьки. Слушать тебя надо было. Не он свадьбу спортил, а колдун другой. Ничего, я и до него доберусь. Как Николая верну, вы с ним до церкви-то доберетесь? Налажу я судьбу вашу. Надеюсь, Бог тебе поможет, Василиса. Так, это что, крестьянин? Че, лежишь, отдыхаешь, да? В траве лежит покалеченная крестьянка. Кажется, она потеряла сознание. Крестьянка благодарит вас слабым голосом, но затем снова теряет сознание. По крайней мере, ее жизнь вне опасности. Логично. Так. Телега. Че с телегой? Наверное, вся испорчена. Телеги все перевернулись. А, нет. Некоторые сломаны. Так, некоторые. Хорошо, что не все. Так, дед Егор, че ты там говорил нам? Готово возвращаться? Ты прямо с ног валишься. Да нет. Погнали. Погнали. Проблема. Проблема у нас есть. Небольшая такая. В колоссальных масштабах, конечно же. Василиса, вставай. Светает уже. Надо торопиться, пока волчий след не остыл. Я тебе вчера про знакомого сказывал. Охотника одного. Он мастер своего дел-то. Поможет тебе любого зверя выследить. То не совсем звери. А охотники тоже народ непростой. Знатки по-своему. Кто с лесовым водится, кто приговорами владеет. Этого Айратом зовут. С умом мужик. У Чардыни живет. Думаешь, он мне поможет? Поможет. Встретишь его, скажи, что от меня. Уговор у нас был. Я ему помог, а он мне будет должен. Как мне поезжан-то найти? С Айратом по следу пойдете. Надо мне и с Александром потолковать. Пустое. Он, может, дёру дал. Я бы на его месте тебя-то постерёгся. Ну да, учит. И верно, дед. Только мы печатью следующей занялись, как явились волки. Сам чёрт будто всё подстроил. Не знаю. Если кто помогает, разве что силы Всевышние. Сатана только гадить умеет. А благая сил-то не стала бы портить свадьбу. Пути-то неисповедимы. Кто знает, кто... Думаешь, я поезжанами печать-то открою? Это только ты сама выяснить сможешь. Где мне товарища твоего найти? Айрат неподалёку от Чёртани живёт. Про него в городе узнаешь. В охотничьей лавке. Сейчас лето, так он не должен по лесам-то шататься. Чтобы волков поладить, ищи траву кукушечьей слёзы. Она в лесу должна быть. А может, и у торговца какого завалилась. Посмотришь на рынки тамшнем. А главное, про печать не забывай. Хорошо, дедушка. Ну, про печать-то трудно забыть, я так думаю. А ты вот... О, блядь. Пошёл, отсюда, на бесполезную работу. А чего вдвоёю? Я только убрал этих. О, один. Сука. Ну, почему так много? Мне не надо много... Ладно. Так, один, один, четыре, один, один. Хорошо. Дальше, умения. Мне нужны ключи дополнительные, я не могу. Если было два ключа, он бы уже отлетал со скоростью звука. Жалко, только одно умение даётся. Ну, ладно. Так, так. Так, стоп. Ну, хорошо. Так, у нас получается снижение... Сглаз ещё! Сглаз усиливает статус сглаза, хорошечно. А чё нас усиливал статус сглаза? Вот ты усиливал статус сглаза. Поменяем мы тебя. Так, значит, сопоследователи, посмотрим, чё у нас тут будет. Здравствуйте, хозяева любезная. С гостинцем. Вот, петушок вам, ладно, и в хозяйство-то. Здравствуй. Проходи за стол. Помощь нужна? Ой, так беда у нас в деревне Клепняково. Чё стряслось-то? Ой! Лесового прогневали, не иначе. Пастух наш вчера за скотиной следил, а на него стая волков выскочила. Опа! Жуть, и он натерпелся. Хотели его вместе с животными уморить. Так он гармонь свою кинул, он гармонистом стать хочет, так волк-то и схватился за ней. Ну, мужик дёр удал. Чуть не сожрали, на селу сбежал. Думаю, могу я с этой стаей разделаться. Ага. Так вот, чё ещё странно. Один волк, а у пастуха-то зрение ещё не подводило, говорит, в пинжаке был. Пресвятая Богородица Господи Иисусе. Хорошо, помогу. Ох, спасибо, матушка. Не забудет, я понял. Так, подожди-ка. Хм-хм-хм-хм. У нас есть кое-какая проблемка. У нас есть кое-какая проблемка. То, что как раз-таки вот он... Перед домом вчерашней невесты собралось полдеревни. Крестьяне ожесточённо стучат в ворота. Кажется, вы пришли вовремя. С каждой минутой ситуация всё накаляется. А ну-ка, выходи, Агафья. Выводи девку свою векшу проклятую. Как я её хомутом огрею, тут же вернёт нам родню-то. Слышал, верное средство. Вы чего тут собрались-то? Время позднее. По домам идите-ка. А ты чё ещё за девка? Это векщица из Вильгарта. От неё тоже добра не жди. Ну, сначала её поколотим. А там, глядишь, испадёт с глаз-то с поезжан. Стойте! Нет тут виноватых! Не на тех вы гневаетесь! Не верь, колдуньи! Так мне батька говорил-то! Кажется, крестьяне настроены враждебно. Как бы мне их переубедить? Я честно не знаю. Не думаю, что убедить крестьян. Не думаю, что упование на христианские ценности или угрозы помогут. Ну, понятно, что грех, наказание, невинно. Невинных и... Вот я не знаю, помощь на моём, ну, как бы... Нужна моя помощь. Хотите меня поколотить? Да я одна вам помочь могу! А невеста? Думаете, надо ей жениха портить? Да она быстрее замуж собиралась! Стала бы она своим гостям-то вредить! Ну и не она поезд обернула! Парень один виноват! Много кто видел! У тех, кто не обёрнут, спросите, так. Ладно, поверим на этот раз. Но лучше бы тебе вернуть сына моего. Я иду поезжан расколдовывать. Скоро все возвернутся. Обсудив ваши доводы, крестьяне расходятся. Одна сердобольная старушка даже благословляет вас и даёт в дорогу немного молока. Невеста отворяет ворота и благодарит вас за помощь. Так, погнали дальше. Трактир. Ну тут как-то сейчас. Торопясь в чердань, вы выходите на главную дорогу и видите плотный тёмный вихрь, который несётся в вашу сторону. Через мгновение вы понимаете, что это стая чертей. И раскрываете чёрную книгу. Подожди, колоду, дай-ка поменяю сначала. Хотя... Если так подумать, эту колоду надо сейчас будет немножко сменить, потому что здесь много... Что это такое? Много лишнего, которое мне здесь, ну как бы не нужно. Всем противникам 100% нужно, это тоже пригодится. Их, кстати, у меня их вроде... А, нет, у меня одна она. Вот какая-то... А, а это я в третьей как раз-таки. Вот здесь у меня вроде бы много лишнего. Вроде бы, ну да. Негативный статус оставляем, благословление одну убираем. Оставляем. Это, то есть, вот так вот убираем одну. Порчу оставляем, снимаем. Хорошо. Слабость добавляем. Хорошо. Регенерация. Чего у нас здесь много? Хохоря оставляем. Сглаз у нас тоже два. Оставляем. Руда оставляем, оставляем. Вот это можно убирать. Не особо как-то она... Так, вот три карты нужно сейчас взять. Нормальные. Потому что... Потому что потому... Так, хорошо. Жест не то. Не то. Набожность. Нет. Вечно увеличивать защиту. Вот это тоже хорошее. Это как... Как та, которую вы помните, я думаю. И у нас ещё... Опа. Вот это надо будет одну заменить. Вот эту одну заменить. Насчёт сглаза, да. Нет, сглаз у нас, если оно будет как основной атрибут, значит, нужно что делать? Значит, убрать одну такую и добавить одну такую. У нас ещё у нас остаётся взять два слова летучее. Это хорошо. За каждое использование предмет восстановит... Это пока мы оставим. Плюс-минус, вот так пусть и будет колода. Перед вами появилась целая стая чертей. Они не отступятся, пока вы не разгоните их всех. На месте каждого обитого черта будет являться другой до тех пор, пока стая не исчезнет. Чё, 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 должен отбираться до нуля. А вы победите, когда стая пустеет и погибнуть все черти на поле брони. Чё? Я не особо помню, что-то оберег увеличивается, но за каждую потерю здоровья. Вот это хорошо. Сразу. Дальше мы накидываем порчу на самого слабенького из них. Хотя стопэ. Какой слабенький? На самого сильного из них. Так, семёрку мы снесём. Надо ещё один урона нанести хотя бы. А, вот ещё всем противникам нанесём. И можно будет ещё... Сколько они там не снесут? Правильно, получается, что почти что нисколько. Регенерацию на всякий случай заранее мы возьмём. Оберег тоже возьмём, потому что он болезнен. Я оберег взял лишь для... А, оберег я взял лишь для одного. Так, этот откистим в следующем ходу. Значит, нужно что сделать? Так, он появился. Хорошечно. Статуса нет у нас, да? Да. А за каждого непонятного... Так, шестёрку мы докинем. И у нас опять нет урона. Из-за того, что у нас что? А, из-за того, что положительные статусы ты с меня не снимай, дружище. Это плохо будет для меня и для тебя. А ты тоже снимаешь положительные статусы. Вот и противный. Противный и ещё раз противный. Но я не знаю, это считается положительным статусом, и он... Вот это не то. Усиленая греха. Греха чем-то... Да, то есть он... А нет, он не снимается. Отлично. Что-либо он откист. Я просто не особо обратил внимание. Вы зачем хотите с меня все снять положительный статус? Это же неприятно. За что вы так со мной? Заметьте, я взял два сглаза. И сглаз ни один не попался. Сглаз у меня будет только через миллион ходов. Как видите, раз, первый и второй. То есть, как я понял, вот... Отбой. Крады. То есть... Это бесполезность. Ладно. Ладно. И ещё раз. Ладно, блядь. Так, ну сколько... А, не мне вообще уроны будут сейчас вносить? Они будут пытаться снять меня статусы положительные? Какие же вы противные? Прямо очень и очень. А у меня сейчас шток будет правильный. Ну, не будет ура. Я не помню, на кого я первый наложил, но вроде ладно. Хоть должен... Вроде должен как расправиться со всеми, да? А, то есть, он всё-таки с ним... А, всё-таки это положительный статус считается. Вот это грустно было сейчас. Так, ты, пожалуйста, не имей, а ты, пожалуйста, откинь с ним. Так, ну и, в принципе, пока можно... Ну, то есть, третья колода для боссов. А вот это просто, как бы, она присутствует и всё. Она есть и больше ничего не работает. Они особо не сильные, но из-за того, что у меня сейчас нет урона по всем, то есть, я сейчас отказался от урона по всем, потому что бессы, как видите, не особо-то и сильные. Вот как раз-таки два сглаза, которые должны были быть давным-давно. Но этих сглазов нету. Почему? Ну, потому что не хотят. А, то всё. Потому что не хотят. И вот, а, только одного можно сглазнуть в сглаз, ну, тогда ладно. Так, благословление. Ну и просто... А, подожди-ка. Наверное, вообще-то небольшая. Просто накидаем им немножечко дополнительного сглаза и всё. Потому что у меня почему-то слишком много отрицательных эффектов, и нету на атаку ничего. Надо сейчас взять первую колоду, потому что она самая, ну, стандартная, я бы сказал. Так, 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 так. Минус первый. Второй. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, и вот так набьём. Почему пока говорится. Как-то так и живём, получается. Что это такое? Вот я не особо понял. Это добавляет мне... Сатана. Добавляет мне... Гробик? За что? Не хочу. Наносит, игнорируя. А, ну, это порча, кстати. Хорошо. Последний бес исчезает в чёрных всполохах. Оставим. Хорошо, теперь нужно сейчас будет дополнительное задание. У нас находится здесь, да? Погнали. Дополнительное задание взяли, как-никак. Значит, нужно с ним закончиться. Вы идёте попритившую улицу, невольно засматриваясь на резные окна богатых домов. Вдруг до вашего слуха доносятся два глухих голоса с деревенского кладбища. Хоть я тебя поминаю, а? Или я. Или я. Да когда ж ты перестанешь-то, чёртово отродье? А чё, коли левый с правым заявятся таки, а? Чё... А я тебя-то из волосок не бирал. Душа в душу жили. Погоди. Чую вонь какую-то. Ладно, погнали дальше. Просто если послушали дальше, мы бы это... К месту выпаса скота ведёт извилистая тропинка через мрачный лес. Её почему-то называют дорогой. Вы опасливо озираетесь, и вдруг слышите доносящиеся из теней глухое рычание. Или это игра воображения. Вы шагаете в чернильные тени и озираетесь по сторонам. Вокруг тишина. Только ветви шепчут о чём-то прохладному ветру. Ну, значит, испугался кто-то нас. Наверное. Не факт просто. Берег укутан скользким туманом. Вы вглядываетесь в молочную пелену, ожидая увидеть снующие волчьи тени, но видите лишь завихрение скользкой дымки. Осмотревшись вокруг, вы замечаете волчьи следы на песке и растерзанную гармошку пастуха. Инструмент явно побывал в лапах какого-то дикого зверя. Весь корпус исцарапан когтями, а меха разорваны в клочья. В решётке гармонии вы замечаете застрявший волчий зуб. Это точно надо будет использовать. Следы ведут на восток и теряются в лесном тумане. Вы идёте по ним некоторое время, но, наконец, теряете и их, и чувство направления. Внезапно вас ранит возникшая из дымки острая ветка. Как так? Ну, никого там нет. Рядом с дорогой лежит обрыв, знакомый вам побывальщинам. Говорят, в этом месте три разбойника убили друг друга из-за денег. Здесь же их и похоронили. По слухам, причина их раздора до сих пор спрятана на дне оврага. На дне оврага пахнет сыростью и могильной гнилью. Здесь вы обнаруживаете три старых голпца. Вы шепчете молитву и переводите дух. Даже разбойники заслуживают покоя. Правильно. Так, а я не нашёл это, про травы. Никто не продаёт травы почему-то. Почему? Вроде, кстати, утро, а вроде как бы и нет, да? Я не особо понял. Вроде сейчас очень глубокий вечер, но при этом нужно... Даже после заката в городе кипит жизнь. Открыты прилавки и магазинчики. Вы невольно засматриваетесь на высокие каменные купола и купеческие поместья. Вскоре вы находите и охотничью лавку, про которую рассказывал дед Егор. Так, сначала закуплюсь, потом по этому. Подожди. Нижний магазин, меховые товары, торговец, торговец, ещё раз торговец. Ты мне... Упай тут закрытая лавка. Похоже, эта лавка закрыта. А ты кто? Увел? Посмотрим, что у него есть. Мудрость войдёт в сердце твоё. Что-нибудь интересное. Вот, что это было? Слово книги, добавляйте эффект. Он где-то такой себе. 400 монет, да, у нас сейчас? Крепче. А, эффект можно к нему добавить. Прикольно. Это что? Увеличение в начале хода. Если враг погиб, нанесёте всем оставшимся врагам. Вот это хорошая вещь, кстати. Но это надо будет прям массовый урон просто собирать и всё. Дальше. Какая там трава нужна была? Какая-то... Не то. Кукушечи. А, да. Блин, у меня была одна, но я её использовал. Блин, ну ладно. Так, так. Защит трава уничтожает. Нет, не то. Вот это забираем. Черлич трава. Приказы... Количество приказов. Ладно. Дальше. Снижай... О, сглаз, кстати. Приятная вещь. Это надо забрать 100% сглаз. Так, дальше. Покупай тут амулет... Он не есть, не пить, не просит. Да-да-да, это я помню. Так, хворь... Вот хворь ещё новый эффект какой-то появился, да? Ммм... Так уж и... Клаван у нас... Ммм... Такое. В начале сражения. Ё-моё, это ж... Жаба, ты что делаешь? Стойкость... Пошибка... Не может быть под влиянием статуса... Пошибка. Что значит пошибка? Пошибка защита остав... Оставшаяся в конце хода наносит урон владельцу статуса. А-а-а, вот это надо запомнить, кстати. Стойкость паралич, не может быть под влиянием. Вот это хорошая вещь. Прям очень отличная. Прям шикарная вещь, которая вообще может пригодиться. Но, пожалуй, хотя я её куплю. Она пригодится в будущем 100%. А здесь у нас, посмотрим... 10% Василиса поддерживается дольше и дольше на один ход. Ну, такой ускоряет передатка способности помощника. Тоже хорошая вещь. И позволяет заменить одну карту на козырную. Вот это бы я взял, но пока ладно, пусть будет. Усиление статуса вложения. Спасибо. Дальше. Так, ты кто? Торговец, ещё торговец добавил, всё один новый. Я же правильно взял? Влади вот это, то есть... Я не знаю просто сколько нужно, но я возьму побольше. Теперь чё у нас... Вы не изволили быть на вчерашнем приёме у господина Никольского. Что-то стряслось? Ах, верно. Дворовые потеряли ключ, и я осталась без платья в самый последний момент. Я же не могла явиться, словно немытая крестьянка. Что уставилась, девица? Ты почему-то поручению? Я случайно услышала о вашей беде. Могу помочь. Даже если ключ-то потеряли, есть одно народное средство. Я могу дать подходящую траву этим черданкам. Какая там от закрытых-то замков помогала? Вот. Приложишь в разрыв траву, замок-то сам и откроется. Хм, травой замок открыть? Шутить решила. Постой. Дворовым как-то раз помогал один знающий. Тоже траву использовал. Удивительно, но она сработала. В наш век всё возможно. Не слышала, как у господина Эс прошел спиритический сеанс. Да, действительно. Спасибо за помощь. Я слышала о силе народного врачевания, но не думала, что и с замками она пригодится. Держи. Купи себе пряник. Мерси. Вы расспрашиваете горожанок о вашем знакомом. Знаю, о ком ты толкуешь. Семья со значительными средствами. Я слышала, он один в семье остался. Кажется, семейная усадьба где-то в пригороде. Спасибо. Так, сыграть карту не хочу. Инчуга. Пара мелких чертей сидит на левом плече в опивухе. Возможно, они и довели его до такого состояния. Такая мелочь не стоит и заговора. Только вы притрагиваетесь к книге, как окаянные с недовольным ворчанием исчезают. Кажется, крестьянин стал дышать ровнее. Это хорошо. Ты, надеюсь, не охотник? Чёрденский вестник. Адрес, календарь, покупай, прелестник. Статский советник издает, в долг газету не дает. У него для вас беру, по дешевке продают. Ох, его мое. Куда? Куда газету убрал? Газета. Где газета? Вот, я не знаю, только вместо чего. В начале хода это пригодится, отличная вещь. Молит, чё? Вот это я не особо понимаю, так что вот так вот сделали. Так, дальше. Всем противникам. Я не знаю, вот это... Не знаю, насчет этого. Может, вот это убрать? Всем противникам. Потому что вот это пригодится. Пригодило видно. Только я не знаю, в какой момент. Но сейчас пока это не нужно. Но на всякий случай пусть будет. Урон в начале сам... Стой-ка, стой! Рот не раззевай! Так, прочи газету. Чёрденский вестник. Это... Етакая. Газета уездная. Соликамские события. Соливарный завод устраивает богатый праздник в честь поме... Поместного свя... Чё? Поместного святого. Владелец фабрики утверждает, что ему удалось отда... Отводить си... Чё? Отводить силы зла от своего предприятия с помощью талантливой колдуни из... Вильгарта. Ладно, хорошо. А действительно, в скважине у нас появился сольной раствор. Загадочная лесь... Лесь? Ну, типа... Лесь? Лес, может быть. Загадочный лес. Все знают о богатстве наших земель и о широких лесах, простирающихся по всему уезду. Один из этих лесов стал объектом мрачных слухов. По словам охотников, в нём бушует нечистая сила. Возможно, теперь эта роща станет лакомством... Лаком кусочком для любого льдобытчика. И шиного суеверия. Ну... Скандальный с телеграм... Телеграфом... Что? Типа скандал с телеграфом? Ну ладно, типа... Ладно. Загадочным образом была испорчена телеграфная линия, соединявшая наш уезд с Соликамском. Виновник найти не удалось, но недосмотр староста будет серьёзным образом наказан. Ну такое. Село без вести. Уже несколько лет, как по губернии, по нашей... Чё? По нашей Святой Пермской земле пролетело тревожное и ужасающее сообщение. Эээ... Чё? Нем... 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 Немзин... Немзинское поселение... Такое... Блядь... Мелкие такие буквы... Такое милое... Милое всем, кто изволил в час своего редкого досуга посетить его. Исчезло так и бесследно. О, да? Как бывает, исчезает луна, подёрнутая чернильным облаком. Куда же пропала целая деревня и кого винить? В сём деянии. В сём деянии. Полиция ведёт следствие. Ты куда? А, ну да. Это охотник. Господин Фербэнкс, мне нужно узнать про покупателя одного. Меня не заботит, что тебе необходимо. У вас припасы должен покупать охотник. Айратом зовут. Здесь деревенская девка не место. Шу-шу. Вы протягиваете горстку монет. Кажется, теперь торговец готов помочь. Жаль, что менее заносчивым при этом он не стал. Хорошо, хорошо. Я расскажу про твоего охотника. Только оставь меня в покое. Арат живёт на окраине Чердани на востоке. Я давно не видел его в лавке. Не знаю, зачем он тебе. Да мне и всё равно. Думаю, забросил он охоту. Ну, не стой перед лавкой. Узнала? Так, иди давай. Сейчас бы я тебе так. Ну, не стой перед лавкой. На, пошёл. Аху. Так, куда мне там отправить? Меня на... О, хижина охотника. Хорошо. Здесь мы всё купили. Так что кукушечи что-то там мы всё взяли, да? Приветливый свет охотничьей избы теряется среди угрюмых силуэтов сосен на опушке. Деревья выглядят как неприветливые стражи, охраняющие мрачные тайны лесной чащи. Возле дома вы замечаете и хозяина. Бог в помощь! Салам. Кто такая? Я внучка Егора Чурова, знаткова из Вильгарда. Василиса? Вот встреча. Я тебя помню вот такой ещё. Ну, с чем пожаловала? Дед говорил, вы давно знакомы. Ты и меня знаешь? Ай-е. Видел тебя, когда за помощью приходил к Егору. Ты малая была совсем. Ай-е. Да, бабаш... Фу, бабашкирский. Его дедом не звали в то время. Помог тебе? Помог. Но не всё хорошо было. Долгая история. Я за помощью. Я за помощью пришла. Нужно в лес отправляться за волками. Волками, говоришь? Вы рассказываете о свадебных событиях. Знаю. Бывает такое. Помогу тебе. Я с Шуралей давно знаком. Проведу по лесу. Шуралей, леший по-башкирски. Интересно. Думаешь, лесной бес виноват? Ну как мы найдём-то волков? Найдём, Алла-берга. Найдём. Алла-берга. Бог даст. Побожди. Волки в стаю собираются. Будут искать вожака. Следы к полюду ведут. Туда и направимся. Полюда. Полюдовым камнем называется гора на востоке Чарты. А я думал, откуда столько волков взялось. Твоя работа, оказывается. Не моя. Это парень виноват. Александр. А я. А ты не сберегла. Теперь твои волки рыщут повсюду. Мы его сокола изранили. Могут из-за людей взяться. Торопиться будем. С соколом охотишься? Чё-то я такого не слыхала. А я. Редкое умение. Да теперь-то что? Порча ему передалась. А укус слабый. Дай-ка я посмотрю птицу твою. Кажется, укус уже почти затянулся. Но сокол выглядит плохо. Вы чувствуете следы порчи на ране? Соколу траву надо. Но какая от порчи поможет? А вот этого, кстати, я не помню. Адамова голова не поможет от порчи. Архелим тоже не для этого. Ха-ха. Так. Снимает статус порча. Порча. Это что? Петро... Петров крест. Ну просто, если честно, если так подумать, то так и есть. Единственное, кто снимает статус порча. Стоп. С глаз. Да. А это что ещё раз у нас? Петров крест. Думаю, тут без этой травы не обойтись. Петров крест тебе нужен. Думаю, сможем найти неподалёку. Вы осматриваете ближайшие поляны и вскоре находите нужную траву. Несколько заговоров, и сокол исцелён. Слава Аллах. Не зря у Егора обучалась. Возьми. Знаю, пиров колдовстве пригодится. Спасибо. Надо нам торопиться. Вдруг они разбегутся так, что не найдёшь. Похоже, некоторые и сами идут на охотника. Осторожно. Из леса появляются фигуры нескольких волков. Не теряя времени, звери нападают. А как мы с ними это? Сколько, блядь? Сколько урона? Ну ладно. Мы и не такое видели, да? Мы и не такое видели. Так, с ними так сколько? Четыре. А, ну они по троечке. То есть мне как раз тут и хватит хп даже без... Тогда вот это можно убрать, в принципе. Потому что у меня сейчас семнашка будет, да? Да. В принципе так и можно сейчас будет сделать. Тогда можно будет ещё накинуть на тебя, наверное, у... Да. Так. Ага. Ну вот это урона они не нанесут. У какие собачки, блядь? Так, атакует с середины направо-налево. Хорошо. Так, сглаз. Так, ну нет, это уже будет излишне, я так думаю. Вечный, вечный. Это что у нас? У вас на сколько увеличивается урон? Вы мне только скажите, пожалуйста. То есть это прям очень сильное увеличение урона. Сейчас я его видел. А где мне все полезные мои? То есть, а где все мои правда полезные? А, ну да. 27. В принципе, я думаю, хватит. Три на... Да. Дядя. Даже излишне. Три пиццидера, вы поняли, да? Так, ну а что тут остается-то делать? Блин, у них увеличивается урон. Самое такое противное... А подожди, мне их можно анигилировать или нет? Просто, если мне их нельзя изничтожать, это будет и хорошо, и плохо. Может, я не знаю сейчас, сколько я смогу сейчас нести урона. Стой, подожди. Вот ты. Тебе, потому что слишком жирненький у нас самый такой пухленький остался, да? брони то нет сейчас а брони то нет а ну и так сейчас порчи столько накинуть 1 2 накинуть на себя еще немножко вам и всем по три порчи она в принципе то тут я могу уже почти просто защищаться так у нас победим по берем любопам было больше кстати всех и пристал пишу всех это ну вот так а вот она увеличивается отлично удваиваете двенашечка будет хороша барбам так так увеличивается на 2 3 потерю но тут все тут все тут уже вот отдыхаются по лицу хотя благословения можно было по-другому использовать ну ладно откуда ты прикольно не такого сейчас у меня не так колода совершенно какой взрыв совершенно не та колода которая мне нужна во совершенно правда то есть здесь по-другому сейчас не получится киев жирные какие-то стали 19 разве там 19 в принципе можно и отдыхать на до свидания хорошо крата за каждой не не работающего беса не 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 нахер надо из книги израненные звери отступают оскалив клыки несколько старых заговоров и один из нападавших превращается в человека оставшиеся звери которые оказались обычными волками скрываются в лесу вы чувствуете силу наполняющую черную книгу печать все еще закрыта но вы на верном пути все правда обернулся что происходит о перед хорошо если так то порча на тебе было сейчас ты в безопасности домой иди так да нет хорошо спасибо василиса одного спасли много еще осталось до миллион нужно по пути травой запастись чтобы расколдовать их в лесу много где найти можно ну отдохнем и дорогу пойдем я самовар поставил ну вот отправимся мы уже в следующий серия как аля какой так ну что то рукой так то здесь мы с вами закончим прошка с нами оказывается все это время ходит по моему бою а мы его даже не видели ну что же не 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 ну что итак это мы с вами потом пройдем все посмотрим что там есть и так всем пока с ним устал ставьте лайки подписывайтесь комментируйте кому понравилось до следующей серии и всем пока